Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада вас приветствовать. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему судьбоносные перемены, которых вам не избежать. Что решит Вселенная? Как расставят акценты? Что Вселенная уготовила лично для вас и для всех участников обстоятельств? Давайте вначале проследим причинно-следственные связи, почему вы оказались в этих обстоятельствах, что заставило вас принять эту ситуацию. Рыцарь Жезлов, ой, прошу прощения, рыцарь Мечей. Действительно, обстоятельства не поддавались вашему контролю, ситуация как будто или в какой-то момент вышла из-под контроля, или изначально что-то произошло совершенно независимое от вас. Могли здесь не учесть ваше мнение, не принять ваши позиции, могли сделать так, что вы просто не успели как-то отреагировать. Здесь темп, здесь спешка. И я бы так сказала, если принято решение какое-то было кем-то относительно вас или вашей ситуации конкретной, то оно совершенно было не обдуманно. Это какая-то ошибка, чья-то ошибка. Нужно было поглубже заглянуть. Рыцарь Мечей часто говорит о поверхностном восприятии положения вещей. Нужно заглянуть внутрь, потому что здесь как бы на эмоциях принято решение. Человек не замечает истинных причин, не замечает истинных причин и меняет кардинально свою жизнь. По этой карте мог быть уход из отношений, либо конфликт, какой-то очень резкий конец. Конец без объяснения причин. Мужчина, да? Мужчина выходит, король Пентаклий. Скорее всего, здесь мужчина принял решение. Очень такое поспешное, я бы сказала. Нужно было проанализировать ситуацию. Все взвесить, просчитать, тщательно продумать. Но он этого не сделал. Принято решение на эмоциях, возможно. Может быть человек от природы, такой вот импульсивный, да, по жизни непредсказуемый. Часто подвержен смене настроений. Ну и, конечно же, как вариант еще, он мог быть просто несвободным от обстоятельств. Все-таки ситуация могла давить на него в какой-то степени. Давайте посмотрим, здесь действительно было давление со стороны. Карта суд, да, однозначно, конечно, давление было. Здесь от него ждали этого решения. Такое ощущение, что ему выбора не оставили. Ну, решение уже принято, да. Тут уже поздно как бы что-то анализировать, потому что результат уже налицо, что называется. Ваши отношения к этой ситуации, ваша роль в этой истории, по мнению высших сил. Карта Луна – это полное непонимание, что произошло на самом деле. Отсутствие ориентиров. Вы не можете никак выстроить причинно-следственные связи, да, определить мотивы такого поведения мужчины. У вас сегодня больше вопросов к этому человеку, чем ответов. Вы и по сей день задаетесь часто вопросом, а почему так произошло? Ну, такой сложный философский вопрос. Здесь, конечно, нужно обратить внимание на что-то, что не лежит на поверхности. Что не лежит на поверхности в этой ситуации. Немножко проанализируем эту историю, да, и пойдем потом смотреть будущее. Почему я прошлое пытаюсь все-таки поглубже рассмотреть? Для того, чтобы максимально подробно просмотреть будущее. Прошлое и будущее имеют тесную взаимосвязь. Одно зависит от другого. Некая цепь, поэтому все должно быть по порядку, да, и последовательно. Но здесь карта врага. Пятерка мечей – это, конечно, враг. Это третье лицо. Это человек, который повел себя достаточно жестко, я бы так сказала, да, мечевая масть. Это действительно победа, но как будто через какую-то силу, через нажим, через нечестную конкуренцию, через применение каких-то запрещенных приемов, как я часто говорю, да. Это и магия может быть, это психологическое давление. Человек хотел получить что-то относительно вашей ситуации с мужчиной. Либо мужчину хотел получить, ну, соперница, например, да. Либо же цель была именно разрушить отношения ваши. Очень жестко принято решение этой личностью относительно развития вашей ситуации совместно с неким мужчиной. Ваша роль в этом, ваша роль. По карте пятерка мечей вас убрать, конечно, с пути, да, отсечь мечи. Сделать вас слабым звеном в этой ситуации. И развернуть отношения в другую сторону, да, в другое русло. Мужчину отвернуть от вас. Либо вас отвернуть от него. Здесь два варианта. Либо вас настроили против него, либо его против вас. Но скорее тут, конечно, мужчину. Он просто, видите, принимает решение отплывать и к другим берегам. Либо возвращается куда-то на прежний путь, либо решает все-таки двигаться другим путем. Вот чего вы сегодня не видите в этой ситуации? Чего не замечаете? Вы не замечаете плюсов в этой ситуации, что вы от этого только выигрываете. Ну, то спинтакли, да, это же удача, это успех, это открытие новых возможностей. А что, отношения с этим человеком были для вас чем-то, что ограничивало ваше пространство? Ну, карта смерти. Нужна была трансформация. Вот дальше так продолжаться не могла. Вы можете сейчас переживать о том, что произошло, да? Постоянно думать о несправедливости. Но здесь все шло к чему? К концу карта смерти. Здесь нужна была трансформация. Отношения должны были измениться. По идее, после трансформации они должны были перейти на какой-то новый уровень. Но этого не произошло, потому что появился на пути враг, человек, который просто как-то вмешивается, либо отсекает вас, или мужчину отсекает, как вот разбрасывает вас дальше жизнь по разным углам, что называется, да? Ну, вы королева кубков, да? Вы очень чувствительная личность. Вы любую ситуацию пропускаете через свое сердце. Вы человек, который заботится о том, чтобы в том пространстве, где вы находитесь, да, и, соответственно, окружающие вас люди чувствовали тепло, уют. Вы всегда работаете над ситуацией, да, чтобы было взаимопонимание, сохранять, пытаетесь отношения до последнего. Вы человек, в общем-то, такой достаточно мирный и дипломатичный. Считаете, что в любой ситуации можно договориться, найти какие-то оптимальные варианты. Это правильная позиция, конечно, но, как я вижу, позиция ваша ничем не подкреплена. У вас совершенно нет никаких аргументов, никаких фактов на руках, чем можно было бы оперировать, да, и нанести удар ответный. Потому что я вижу, что здесь украли у вас ваше счастье, вашу удачу. Несмотря на то, что вот эта ситуация была неизбежностью, можно было бы, конечно, избежать настолько фатального развития, да. То есть могло бы быть всё не настолько трагично, скажем так. Можно было бы этого избежать. Но вам корить себя не в чем, потому что вы сделали всё, что могли. Вот могли бы вы ситуацию эту как-то трансформировать так, чтобы это было безболезненно и без последствий каких-либо. Четвёрка Пентаклий. Нет, стабильная карта, пассивная карта. Вы сделали всё, что могли. От вас мало, что действительно здесь зависело. Вот такое прошлое, да, суть происходящего. Мне всё же интересно, вот что лежит глубоко, чего вы сегодня не замечаете. Мы там смотрели, что вы не замечаете своей удачи, всех плюсов этой истории, да. Чего вы не замечаете. Финансовый какой-то аспект может быть. Двойка Пентаклий. Это обязательство, это что-то подписанное, да. Документы какие-то. Что-то скреплено законодательно. Снова Пентаклий. Невая карта Паш Пентаклий. Это новое что-то, ресурсное начало, какой-то потенциал новый, который подлежит развитию, да. Который рассматривается как какое-то очень перспективное, выгодное для кого-то начинание. Это какой-то проект? Тройка жезлов. Троечка жезлов. Проект какой-то. За вашей спиной как будто бы кто-то строил свой личный проект. Кто-то выразил желание забрать у вас вашу удачу. Скорее всего, здесь мужчину, да. Мужчину, да. Здесь уход мужчины под давлением идет. Под неким давлением. И построение с ним отношений, которые можно характеризовать больше как какой-то финансовый проект, нежели как любовь, как семья, да. Здесь нет информации о том, что это все духовные ценности, чувства. Нет. Здесь финансовый какой-то аспект, очень как-то все сухо, безэмоционально. Что-то подписали, о чем-то договорились и пошли вперед. Вот такая ситуация здесь какая-то лежит глубоко. Вы можете этого не замечать. Ну, потому что вы королева кубков, вы принимаете происходящее слишком близко к сердцу. Вы видите этот мир часто через призму эмоций, а это заглушает разум, да. Когда нужно разложить ситуацию по полочкам без эмоций, спокойно, уравновешенно, да. Это вам трудно сделать. Может быть, сейчас пока еще эта ситуация для вас является значимой. Вам трудно пока еще эмоции свою тихомирить. но вот как бы этот аспект имеет место быть. Здесь суть, ключ, да. Это финансовый аспект, это обязательство, это что-то, что держит обе стороны достаточно крепко. Уйти из этого союза партнерского не так просто, как хотелось бы. Сегодня многих людей удерживают деньги, денежные аспекты различного характера, да. Общий бизнес может быть. И даже если отношения не складываются, то очень часто люди прибегают все-таки к сохранению союза, потому что это позволяет им сохранять финансовую стабильность. Здесь вот об этом история. Хорошо, судьбоносные перемены, которых вам не избежать относительно этой ситуации, отталкиваясь от этого прошлого. ситуация, которую вы не избежите. Ну, король мечей, может быть, новый человек появляется в вашем пространстве, очень такой решительный человек, ну, живет, скажем так, интеллектом, да, человек, планирующий свою жизнь. Может быть, это вы сами, ваш сигнификатор. Здесь достаточно такие жесткие энергии, я бы сказала, даже мужские, но король мечей все-таки, да. Знаете, это возможно, действительно, скорее всего, ваш сигнификатор, потому что я чувствую, что идет информация о том, как человек берет себя в руки. Вы просто вот в какой-то момент жизни как будто мобилизуетесь внутренне, находите для себя какой-то стимул в жизни, вам очень тяжело. Вы человек эмоциональный, вы человек, привыкший, знаете, вот прям через призму эмоций пропускать любые события, любая несправедливость вас задевает и больно ранит. Но здесь эта ситуация станет как будто, знаете, вот последней каплей. Вы просто пересматриваете свое отношение к этому миру. Вы становитесь строже, требовательнее, принципиальнее, жестче в каких-то вопросах, это однозначно. Но здесь второе значение карты еще и человек, который может появиться в вашем пространстве. Это то, что неизбежно. Давайте будем более расширенно смотреть, да, что здесь. Ну, опять же, да, может быть по девятке жезлов все-таки человек как проект. Ваш подход к построению отношений теперь будет основываться на чем-то более серьезном, более стабильном, на том, что для вас что-то будет гарантировать, да. Вы не согласны на что-то эфемерное, двойка Пентакли, на нестабильное, на какие-то обещания, на то, что не имеет под собой воплощения в реальность, да. То есть вы меняете отношение к людям, к мужчинам, может быть, да, повышаются ваши требования. Если раньше вы могли прощать, да, пропускать через сердце все слова мужчины, там, его действия, какие-то ошибки и могли ждать, когда человек действительно осознает что-то, надеется на что-то, да, жили надеждами, эмоциями, чувствами, то сейчас у вас конкретные требования к мужчинам, установку вы даете определенную на эти отношения, да, вы четко понимаете, кто вам нужен, кто вам не нужен, и вы отношения рассматривать начинаете действительно как проект, действительно как что-то, над чем нужно работать, да, это может быть психологический подход, вы начинаете изучать психологию мужскую, например, да, здесь действительно идет очень такой мудрый подход, и вот все шансы однозначно на то, что эти отношения будут благоприятными, да, это как будто следующая попытка выстроить отношения такие, какие хочется, вы хотите надежности, стабильности, ваши требования к человеку сегодня, к потенциальному партнеру, с одной стороны простые, с другой стороны достаточно строгие, то есть планка поднята выше, намного выше, чем прежде, ну, потому что опыт негативный был, да, девятка мечей, никуда от него не деться, если исходить из трактовки карты король мечей, как ваш сигнификатор, то здесь можно так сказать, что в принципе события, жизнь, да, мир этот, вы будете рассматривать через призму какого-то своего личного подхода, опять же, к окружению возрастают требования, вам сейчас нужна только правда, это о чем говорит, да, когда вот это обостренное чувство справедливости нами начинает управляться, это говорит только об одном, о том, что прошлое, прошлое стало для нас достаточно тяжелым уроком, вы будете требовать от окружения только правды, только искренности, остальных, всех, кто не соответствует этому, вашим установкам, каким-то вашим принципиальным требованиям, будете просто отсекать, удалять из своего пространства, кто-то посчитает вас человеком жестким, слишком принципиальным, но вы знаете, что это действительно поможет вам очистить свое пространство от непрошенных гостей, от негативных энергий, вы уже однажды упустили свое счастье, и теперь в общем это ненамеренное дело, да, поняли, что отношения это труд, это труд, это работа интеллекта, разума, это каждодневная работа, то есть не только чувства, не только любовь, не только эйфория, это еще и каждодневная работа, судьбоносные перемены, которых вам не избежать, но четверка кубков, карта сомнений, неопределенности, не совсем вы еще уверены, чего хотите в жизни, может быть сейчас нет стимула, вот как-то не получается самодисциплинировать себя, настроить себя на новую жизнь, на новое будущее, вы можете периодически возвращаться в прошлое, надеяться на то, что-то там еще получится вернуть, такое ощущение, что перед вами мир открыт, но вы не берете эти возможности, да, вот кубок вам протягивается, а вы не готовы это принять по каким-то своим причинам, может быть просто не хочется, может быть лень, может быть устали, может быть пока внутренне как-то не готовы к новому, действительно, энергии такие жестковатые, пока человек закрыт, пока закрыты для каких-либо перемен, такое ощущение, что знаете, вот вы какое-то время пытаетесь отгородиться от прошлого, пытаетесь утихомирить эту боль, эту девятку мечей, которая дает о себе знать периодически, и как вы боретесь с этой болью, берете себя в железный кулак, по-другому не получается, вы же человек эмоциональный, да, иначе вы будете эмоционировать, иначе вам трудно себя будет контролировать, очень больно, очень неприятно, долгое время вы должны были восстановиться, исцелиться, сейчас все еще, все еще есть неопределенность какая-то, да, чего хочется, может быть, просто ничего уже не хочется, ничего не ждете, живете бесцельно, да, вот нет какой-то конкретной здесь цели, задачи, пока вы не готовы как-то выстраивать ступень за ступенью свою новую жизнь, судьбоносные изменения, оп, император, ну смотрите, этот период сомнений неопределенности он закончится, и закончится довольно-таки скоро, император, человек, опять же, важный для вас, может войти в вашу жизнь, здесь, как я говорила, король мечей, может быть, мужчина, да, и император, но это как одно лицо, дополнительно его характеристика, как личности, человек, который на троне, человек, который, ну вам нужен, да, вам нужен не молодой мужчина, или вот, знаете, мужчина не, не простой, вам нужен человек, внутренний мир, которого наполнен чем-то, да, эксклюзив какой-то вы хотите, видите, почему вы ждете, да, почему бездействуете, и почему, возможно, сейчас отказываетесь от изменений, да, вы могли бы сегодня изменить свое пространство, впустить в него нового человека, и построить новые отношения, но вы ждете эксклюзив, у вас какой-то проект в жизни, но в голове, в голове все-таки есть, но вы пока не понимаете, или не совсем понимаете, как его осуществить, да, где найти человека, да, или как осуществить какой-то проект в жизни, пока здесь стадия планирования идет, и плюс еще недавно исцелились от прошлого, вам очень сильно мешает прошлое, как вы туда попали в эту ситуацию, так у вас все замечательно, вы человек плана, да, человек действий, человек самодисциплины достаточно высокой, вы к себе предъявляете требования достаточно высокие, ну, и к людям, соответственно, тоже, да, но главное, что вы как бы себя умеете в жизни организовать себя и свое пространство для того, чтобы жизнь была более смысленной, и ваше пространство притягивались какие-то события, на которые позволяли бы вам лучше жить, да, выгоднее, выгоднее рассматривать более выгодные проекты, наверное, вот так, а вы человек, умеющий фильтровать свое окружение, вы выбираете очень тщательно людей для своего близкого окружения, у нас здесь прошлое, дьявол, девятка мечей, привязка какая-то сильная, достаточно сильная привязка к прошлому, шестерка пентаклей, шестерка пентаклей, ну, вопросы доверия, вопросы доверия здесь, и вдруг одиночество, да, у вас в голове никак не может уложиться эта ситуация, все шло так, как, ну, все шло, в общем, как-то вот очень легко, как бы играючи, да, вы не видите причин, вы не понимаете сути происходящего, поэтому вам сложно сейчас определиться со своим будущим, видите как, потому что не поставлена точка в прошлом, да и как ее поставить, если вам не ясны причины, вы человек, который должен видеть причины воочию, да, вы так и не получили объяснений логических, более-менее таких, четких, да, тому, что произошло, человек, если сделал выбор не в вашу сторону, он не обосновал этот выбор, соответственно, вы остались в подвешенном положении, вам не дает покоя часто вопрос, почему, вы ищете отшельников, в поиске постоянно, вот вместо того, чтобы идти вперед, оставить эту ситуацию, вы почему-то находитесь в поиске, продолжайте искать ответы на свои вот эти сложные вопросы, почему, зачем, кто виноват, хорошо, если вам вот взять просто и закрыть эту дверь, судьбоносные перемены вас настигнут, придет ли действительно что-то новое и замечательное, да, придет, девятка пентаклей, придет, конечно, придет успех, придет стабильность, процветание, откроются новые возможности, здесь просто привязка к прошлому, подумайте над таким вопросом, зачем вы пытаетесь докопаться до сути того, что уже ушло из вашего пространства, зачем вы пытаетесь открыть ту дверь, которая закрыта, вам эту дверь высшие силы закрыли, закрыли для того, чтобы открыть новое, да, вы потеряли что-то, конечно же, безусловно, это больно, неприятно, обидно, несправедливо в какой-то степени, но у вас есть другие возможности, вам закрывают одну дверь специально для того, чтобы вы увидели возможности где-то еще, да, другие двери увидели, вы упорно почему-то стучите в эту дверь, руки связаны, да, видите, вы сами себя связываете тем, что возвращаетесь к этой ситуации, как вам оставить мысли об этом, да, как избавиться от навязчивых мыслей, от навязчивых идей, вернуться туда, ну, вы человек чести, поэтому, конечно, для вас вопрос принципа, знаете, вот все-таки расставить все точки над И, вам нужно довериться судьбе, колесо фортуны, доверие высшим силам, судьбе, как решить вселенная, вы почему-то очень хотите, чтобы было как-то вот по-вашему, да, но я повторюсь, вы человек честолюбивый, вопросы чести для вас щепетильны, вопросы правды, вы часто пытаетесь, знаете, ситуации такие туманные, вывести на поверхность, но это же чревато, чревато тем, что вы упускаете время для собственного саморазвития, колесо фортуны, это и есть как раз судьбоносные перемены, счастливые случаи в судьбе, да, который открывает новые двери и позволяет вам взглянуть на этот мир совершенно с другой стороны, это путь, который может открыться случайно, внезапно, или что-то может произойти вне ваших планов, то, чего вы не ждёте, да, не ожидаете совершенно, здесь следует вам рассмотреть обязательно как вариант возможность какую-то, которую вы сегодня отсекаете, да, или просто довериться действительно высшим силам, но в любом случае закрыть вот эту дверь, дверь, где много моментов, конечно, для вас остались непонятными, где многое вас не устроило и до сих пор не устраивает то, на чём это закончилось, вас может не устраивать это положение, да, из прошлого, на чём завершилась ситуация, то есть ваша роль в этой прошлой истории, но это завершено, это закончено, эта дверь уже закрыта, впереди много интересных моментов жизненных, впереди перспектива, перспектива и довольно-таки широкомасштабная колесо фортуны карта, напоминаю, старший аркан, да, масштаб этих перемен, он, в общем-то, колоссальный, колоссальный масштаб изменений в судьбе, колесо вашей судьбы начинает движение, это пересмотр прежних ваших позиций, это пересмотр чего-то привычного, и вообще, знаете, высшие силы призывают по этой карте обратить ваше внимание на что-то, на что-то, что очевидно, на что-то, что находится перед вашими глазами, но вы в силу того, что зациклены на прошлом, обращены к прошлому, не замечаете, можете не замечать или не рассматривать это как что-то важное и главное для себя. Так, поясняем карту колесо фортуны, счастливый случай, удача, благополучие, что-то, что-то, что внезапно, о, звезда, исполнение ваших желаний, да, посмотрите, вот исполнение вашего самого заветного желания осуществится или там желаний, да, осуществятся где-то на другом пути, случайном пути. Это счастливая случайность. Колесо фортуны, карта звезда, вообще уникальное сочетание карт. Вы случайно найдёте своё счастье, свою удачу. Вообще это, знаете, самое такое стабильное счастье, когда человек находит его внезапно, когда ты ничего не планируешь, когда ты, может быть, уже вообще ничего не ждёшь. Ты просто живёшь и отдаёшь в этот мир максимально что-то доброе, светлое, чистое, насколько это возможно. вот этим вам нужно сейчас заниматься, отойти от прошлого, простить, ну, если можете простить, да, если можете простить, то простите, ну, там пятёрка жезлов, там очень много недовольных вами, да, много осталось конфликтов, ссор, недосказанности какой-то, какая-то борьба была долгое время, столкновение интересов, стремление людей доказать что-то кому-то, неадекват какой-то, там правду каждый какую-то свою искал, ну, такая весёленькая история в прошлом у вас была, в кавычках, да, весёленькая, неприятие вас, ваших каких-то жизненных акцентов, да, жизненных приоритетов, то, как вы живёте, вашей модели жизни, вашей модели мышления, вселенная вас от этого уводит, вообще закрыта дверь, да, вот, насколько я вижу, но вы опять туда стучите зачем-то, у вас новый путь ознаменуется исполнениями желаний, всё легче, проще будет на этом пути, откройтесь высшим силам, откройте своё сердце, попытайтесь хотя бы рассмотреть какое-то иное направление, как вариант хотя бы, да, как вариант своего будущего, уникальные карты, конечно, судьбоносная перемена масштабная, глобальная в судьбе, давайте пояснять, поглубже будем смотреть, женское счастье, да, женская энергия идёт, обретение женского счастья, семёрка жезлов, защищать свои позиции будете, да, защищать свои позиции, это то, что было в начале расклада у нас, я говорила о том, что там меняетесь вы, да, в какой-то момент меняетесь вы, ваше убеждение, вы становитесь жёстче, принципиальнее в каких-то вопросах, требования свои повышаете по жизни к другим людям, да, и здесь примерно то же самое, здесь обретение женского счастья, умение удержать отношения, вы теперь будете планировать что-то, да, какую-то разрабатывать стратегию, рыцарь Пентаклий, карта борьбы, семёрка жезлов, для того, чтобы сохранить своё счастье, вы поняли, что найти это ещё не полноценное счастье, да, вот удержать ситуацию, удержать отношения в том русле, в котором они должны развиваться, действительно, вот это главное, это выходит на первый план, ваше умение удержать удачу, чтобы она не ускользнула, чтобы не повторилась, что-то вот из прошлого, прошлая ситуация, и тут будет исполнение, да, мы раскрываем карты звезда и звёзды, вернее, и колесо фортуны, это удастся сделать с помощью вселенной, с помощью высших сил, да, вот он мужчина, любимый человек, он, конечно, будет послабее вас, ну, а как, вы человек сильный, женщина очень, очень сильная, мощнейшая энергетика чувствуется, мужчину, мужчины равного вам по силе моральной, ну, в природе, видимо, нет, идёт, видите, водный король, то есть он будет идти за вами, но это тоже хорошо, разные отношения, разная модель отношений, брака есть, да, существует, имеет место быть, здесь не это главное, здесь важно, чтобы людей устраивала их позиция, их роль в этих отношениях, мужчина будет идти однозначно за вами, это любимый человек, вот, здесь финансы в ваших руках, бюджет, будет в ваших руках, бразды правления отношениями будут в ваших руках, вы поймёте, что мужчинам, в общем, особо так доверять и нельзя, да, что они могут периодически там соблазняться на что-то, то есть вы так очень грамотно на этот раз будете подходить к построению отношений, это, кстати, может касаться не только любовных отношений, и партнёрских тоже, да, с мужчиной коллегой, с мужчиной руководителем тоже нужно грамотно выстраивать отношения, мужчины это особая каста, да, они мыслят по-другому, они слабее морально, как правило, это проявляется во всём, в любовных отношениях, в рабочих каких-то моментах, да, они часто внушаемые, они часто подвержены магическому воздействию, да, что делает их слабенькими такими, ослабляет, скажем, их позиции, не хочу мужчин, конечно, обижать, но вы видите себя, да, я думаю, что вы согласны с тем, что иногда вот вы позволяете себе такие послабления, да, не бороться, а всё-таки оказываться в обстоятельствах в качестве жертвы, такое здесь есть, такое прослеживается в раскладе, поэтому вам нужна просто сильная женщина, сильная женщина, вы понимаете, как, вы очень сильная женщина, при этом очень сердце чувствительное, как я говорила, через призму эмоций вы воспринимаете этот мир, но вы изменитесь, вы кардинально здесь меняетесь, вам сама судьба даёт человека, которого вы поведёте за собой, за собой, для брака, для брака, либо для успешного партнёрского союза, ну, ещё посмотрим, вот лично для вас, да, перемены, лично для вас какие перемены, потом посмотрим участников ситуации, так, две карты бросятся, что здесь лично для вас перемены, а ну-ка, поясним, так, ну, вас не оставляют в покое какие-то люди, что там у вас был, конфликт какой-то, просто натянутые отношения, столкновения интересов, какая-то двоечка мечей, ситуация, знаете, как на ножах, да, вы могли что-то требовать от человека, либо от людей, либо человек или социум определенный мог предъявлять к вам массу требований, что-то осталось неразрешённым, здесь момент зависти идёт, да, завистники, враги, недоброжелатели, люди, препятствующие вашему движению, причём тайные происки врагов здесь мне показывают, что за ситуация, ну-ка, раскрываем, вам нанесён был удар, вам нанесён был удар, пятёрка пентаклей, тяжёлый период в жизни, период лишения, когда вы вынуждены были восстанавливаться, да, карта мир, гармонизировались вы, восстановились, и даже как-то, знаете, вот каким-то немыслимым образом вновь поверили во что-то, или вновь поверите во что-то, вас очень больно ударили, так, что вы могли разочароваться очень сильно в этой жизни, да, опуститься, опустить руки, на это было рассчитано, вы человек очень дипломатичный, вы часто несёте себя в этот мир как что-то доброе, светлое, чистое, да, рыцарь кубков, как гонец чего-то доброго, вечного, все эти вот добро, свет вокруг себя, это кого-то очень сильно раздражало, то есть, суть конфликта не в том, в чём, в чём она на поверхности лежит, суть не в том, что вам предъявляют, да, вот какие-то претензии может быть, не в этом суть, здесь причина всего этого, почему всё это затеяли, да, почему вас не принимают и где-то даже глубоко ненавидят, завидуют вашему внутреннему настрою, вашему вот этому умению распространять вокруг себя свет, тепло, сеть, доброе, вечное, чистое. Людям кажется, здесь зависть идёт, вы очень часто страдаете от зависти, людям кажется, что вам всё достаётся легко, что у вас в жизни замечательно, по мнению других, вот какого-то общества людей, завистников, либо конкретного человека-завистника, вы живёте очень легко, вот прям движетесь постоянно на легке, да, ничто никогда будто бы не отягощает ваши движения по жизни, но то, что вы вкалываете 24 на 7, этого никто не видит, хорошо, участники всех этих негативных моментов, вот что их ждёт, что их ждёт, и завистники, и вмешающиеся, да, вмешиваться в ваши отношения с мужчиной, что там ждёт их, ну там понимаете, что там финансовый вопрос, там Пентакли, десятка Пентакли, там все повязаны, зацикленность на деньгах идёт, их всех объединяет, что деньги, они думают, что имея деньги, смогут иметь всё то, что имеете в жизни вы, да, такая, знаете, типичная позиция современного человека, я заработаю много, и буду счастлив и свободен, на деньги никого ещё никогда не сделали человеком свободным и счастливым, поэтому все их стремления, все их желания, направленные на деньги, это однозначно путь в никуда, ну, в никуда, понимаете, проекты какие-то, они думают, что планирование в жизни всё решает, для кого-то, знаете, из вашего пространства, вот, удобно, чтобы было вот так, да, то есть расчёт, постоянно идёт расчёт без, без мысли о том, что обстоятельства могут развиваться как-то сами, да, и именно вот это умение плыть по течению может привести к счастью, к удаче, к благополучию, они не могут плыть по течению в жизни, они страдают, когда нет денег, они очень сильно переживают, когда нет денег или проблемы финансового характера, то есть очень сильно люди боятся потерять вот эту финансовую стабильность, считая её важным элементом какого-то иллюзорного счастья, да, вот они думают, что они когда-то будут счастливы, пашут, 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 работают, 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 постоянно какие-то проекты, планы, расчёт какой-то, всё исходится из выгоды, но по итогу, по итогу здесь дружественные какие-то связи, завязывают новые отношения, то есть развитие этих людей личностное, оно вроде бы идёт, как бы, но за счёт друг друга, за счёт команды, за счёт связей, за счёт денег, то есть они себя поддерживают в активном состоянии, да, вот это ощущение счастья, они поддерживают через деньги, это искусственно созданное, вот это внутреннее ощущение счастья, то есть они глубоко несчастны, понимаете, да, когда человек пытается компенсировать пустоту в своей душе через деньги завязывают с разными партнёрские союзы, да, тут могут улыбаться, смеяться, могут изображать счастье, успех, могут планировать всё, да, всё пытаться держать под своим контролем, но счастья-то как такового нет, и зависть к вам, она постоянно присутствует, вот сколько бы они не работали, да, сколько бы не не пытались вот как-то развивать своё вот это дело, да, какого бы уровня финансового они не достигли, они будут завидовать вам всегда. То есть это какое-то очень поверхностное иллюзорное счастье. Они думают, что они могут притянуть это насильно, но нет лёгкости, да, нет лёгкости, видите, всё равно на дне лежат как тяжкий груз, как камень, который невозможно сдвинуть с места, это тяжесть души, да, чем больше человек зарабатывает, ну и, конечно, если ставит одновременно деньги выше духовных ценностей, через деньги пытается заполнить пустоту душевную, тем тяжелее становится на душе, тем сильнее с годами ощущение того, что ты чего-то в этой жизни недополучил, что ты сделал не так, вот к этому они идут сейчас, к этому они идут, все эти люди, и мужчина в том числе, для мужчины это урок очень ценный, знаете, мужчине шанс дается здесь, для него это ценный урок, у него шанс есть, видите, шестерка жезлов, да, выйти из этой ситуации, победителем осознать, что-то переосмыслить, перейти на более высокий уровень духовного развития, ему это дается, воспользуется ли он им, ну, да, воспользуется, девятка кубков, воспользуется, все-таки он выйдет из этого круга замкнутого, что ждет лично вас, садоносная перемена лично для вас, праздник души, легкость, удовлетворение тем, что имеете, да, карта влюбленной, ну, новое мироощущение себя, новое мироощущение, мироощущение себя, вы себя будете уважать, ценить, вы будете довольны тем, что имеете, да, воспользовавшись шансом, который дает Вселенная, все-таки здесь вы видите, как закрываете дверь в прошлое, вы смиряетесь с тем, что эта ситуация уходит, отходит, и, воспользовавшись новой возможностью, меняете, изменяется ваш мир, ваше мироощущение в этом мире, вас устраивает полностью, да, жизненная дорожка, на которую вы перешли, потому что вы там императрица, вы хозяйка собственной судьбы, да, этот путь многим непонятен, ваши жизненные установки будут многим неясны, непонятны, да, никто не сможет причин каких-то там найти, да, почему вы вот так живете, почему вы выбрали именно такой путь, почему вы действуете так или иначе, почему вы так размышляете, да, это ваше личное видение, карта дурак это ощущение внутренней свободы, да, когда человек с одной стороны императрица, да, человек самоорганизованный, чётко понимающий, чего хочет в жизни, но другой, с другой стороны, умеющий плыть по течению, довериться высшим силам, дурак это же не всегда что-то глупое, да, и поверхностное, это лёгкость, которой иногда нам всем не хватает, вот просто легко идти по жизни, переступать через преграды, через препятствия, через негатив, сохранять в себе вот это ощущение, знаете, вечного странника, да, не бояться перемен, жизнь требует от тебя перехода куда-то, нужно быстренько туда перейти, легко принять ситуацию, потому что всё, что не делается в нашей жизни, всё к лучшему, как правило, да, жизнь это по итогу показывает, видите, если противиться этому состоянию, это тяжело, это трудно, это зацикленность некая, это груз, на который мы тратим часто время в жизни, не надо тратить время, цепляясь за что-то прошлое, уходит, отпускайся, провожайте с благодарностью, да, можете простить, прощайте, не можете, просто закройте дверь, идите дальше, вот такой расклад, надеюсь, информация была вам полезной, иногда важно просто поверить, просто поверить, перенастроиться вопреки обстоятельствам, вот суметь сплыть по течению, и вселенная сама направит вас на нужный путь, она сама даст вам всё, что вам нужно для новой жизни, всех благодарю за просмотр, жду ваших комментариев, на сегодня всё, всем пока!